Жители многоэтажных домов или обладатели своих квадратных метров за городом, все мы уже не представляем свою жизнь без комфорта, который пришел к нам вместе с эффективным использованием газа. Быстрое приготовление пищи, отопление жилья, подогрев воды – большой список можно продолжать достаточно долго. Самое главное, что все эти услуги давно и прочно вошли в наш обиход и пользуются популярностью у многих. Но есть одно «но». Как и любой механизм, подача газа и обслуживание ресурсов, обеспечивающих его циркулирование, должна производиться не только по необходимости, но и согласно предъявляемым требованиям, особенно если что-то вас смущает. Существует такое явление, как обратная тяга. Проявление это эффект на вид до сразу. Дым от сгорания топлива уходит не в дымоход, а входит в помещение. Причины обратной тяги – это банальное засорение дымохода, неправильный расчет поперечного сечения дымохода, расположение дымохода в зоне ветрового подпора. Но часто случается, что явление обратной тяги происходит внезапно и зависит оно от погодных условий. Одним из важнейших вопросов, это показывает опыт эксплуатации топительного и водогрейного газового оборудования, является своевременный мониторинг и проверка технического состояния инженерных систем, обеспечивающих безопасность при его эксплуатации, дымовых и вентиляционных каналов. Доверять эту работу лучше специалистам. Если же вопрос касается частного домовладения, то здесь определенный вид работ может выполнять и сам хозяин, но при условии прохождения специального обучения. Для того, чтобы избежать всех вот этих негативных явлений и обеспечить устойчивую работу системы дымоудаления, правилами пользования газовым быту предусмотрена ее периодическая проверка. Так, для топительных котлов это ежегодная проверка перед началом отопительного сезона, для водогрейного газового оборудования проверка осуществляется в зависимости от исполнения материала дымоходов. Для стальных дымоходов это ежегодная проверка, для кирпичных дымоходов это не реже одного раза в три месяца. Погода межсезонья особенно переменчивая. Именно поэтому хозяевам стоит особенно внимательно относиться к работающим в их домах системам газоснабжения. Ветер, низкая температура воздуха, высокий уровень влажности. Все это приводит к обмерзанию оголовков дымовых труб. А это уже серьезный звоночек, который может стать причиной настоящей беды. Система дымоудаления работает в определенные сезоны по-разному. Надо понимать то, что есть погодные условия, которые могут повлиять на работу системы дымоудаления, такие как низкая температура, наличие сильного ветра, либо же погодные явления, как обильные осадки в виде снега. То есть все эти явления природного характера могут сказаться негативно на работе системы дымоудаления, такие как образование снежных шапок на оголовках дымовых каналов, наличие обмерзания на тех же дымовых каналах. И, естественно, при перепадах температур есть вероятность образования обратной тяги. Конечно, предусмотреть все невозможно. Поэтому специалисты Госэнергогазнадзора напоминают, что в случае любых проблем с подачей газа необходимо незамедлительно перекрыть источник и позвонить в службу 104. Экстренно прибывшие сотрудники помогут поступить грамотно в сложившейся ситуации. Но в первую очередь ответственное за свои жизни здоровье каждый из нас несет сам. Именно поэтому стоит помнить о правилах эксплуатации и своевременно проводить диагностику газового оборудования. Выбор за нами.